Внимаем локтями, а полностью туда, глубина 35 сантиметров, качаем, 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 до 3-х вверх, первый человек ушел в себя, начал самостоятельно дышать, второй вверх, второй вверх, приехала в скорую медицинскую помощь, начинает оказать помощь, третий вверх, вы устали, потому что качать можно, тоже человеческие силы имеют свои пределы. Вот тем, что вы будете прокачивать, дает наглубную клетку, будет прокачиваться и объем, скажем так, по сердцу и объем воздуха через лед. То есть этим можно человека спасти. Дальше, далее, меняем в этот момент, кто-то вызывает скорую помощь. При этом надо делать конкретный посыл. Вы звоните в скорую, а я буду кричать. Человек не так, что стоят, как оно бывает, куча достает телефон, начинает снимать, без того, что уже позвонит. И то, что касается оказания первой помощи при отравлении угарных газов. Дальше, другой вариант. Ожоги, особенно термические ожоги. При ожогах термических, то есть ожоги, от высокой температуры, наоборот, низкой, низкой. Ну, низкой колдовой. В данном случае к ожогам любым относимся как к ране. То есть туда ничего не мажут. Особенно, если вы там много знали. Синтенсики сейчас крутают, обможглись, что-нибудь загорелось, потушили на человеке. То есть в ни коем случае эту синтенсику оттуда не вытирают. Масло никаким не мажут, не подтянуло ничем-то. Обрезается, в крайнем случае, вокруг раны. Церильную вывязку. Дальше, делаем врачи. Так, есть и химический ожог. То есть химический ожог может быть от кислоты, может быть от щелочей. То есть берем пока наружные, внутренние, скажем так, не берем. То есть там ни в коем случае врачи не теряются. Никакие там промывания и так далее самостоятельно нельзя сделать. Так, по ожогу. Если, скажем так, облили мы себя кислоту, щелочь, еще что-нибудь. То есть пока будем искать, облили с кислотой. Пока будем искать соду или еще что-нибудь. Проходит большое количество времени. Подходим под колонку, под кран, конечность, которая повредилась, под проточную воду и давайте начнем 20-25 спокойно промывать. В этот момент вызываем стойку. Ничего другого. То же самое, подлили с щелочью. То же самое, пока будем искать уксусную кислоту или еще что-нибудь. Время идет под проточную воду. Нету проточной воды, есть бочка с водой. Взяли кружку или там ведро и поливаем. Не руку в бочку пустили, смешали, а поливаем поточным, большим количеством воды. Дальше, что осталось? Механические травмы кровотечения. Механические травмы. Ушибы, вывихи, переломы, открытые и закрытые. В данном случае, в первую очередь, задача снизить приток крови в определенном порядке. Соответственно, есть большой ушиб, достались с водильника к улицу, заморозиваясь, приложили к ноге трет в меньшие кровотечения. Если перелом, если вы вернули ногу в себя, здесь задача обеспечить неподвижность той же конечности. Бинтуем тем же лазочным бинтом. И перелом. При переломе фиксируются два ближайших сустава. Высокозно перебили плечи, кисть и по самому плечу. При этом рука не в прямом положении выпрямляется, а в естественном движении. Если нам сломались на углу бедро и так далее. Подручные средства. Дрынт забора, что-нибудь еще спокойно можно использовать. И кровотечение. Три вида кровотечений, которые могут быть. Первая – это популярная. Здесь просто повязку наложили. Вторая – антенозная. Тоже повязка. Это артериальное кровотечение. Годика три назад. Был частный случай на охоте у людей. Дышили они по весне два аэропорка. И потом охотника с фиграфированием бобров. Да. Бобернику дурак пропусил человека возле пана. Пропусил артерий. Мужики не смогли наложить. Жгут. Человек за костюм. В данном случае есть, скажем так, жгут в аптечке. Замечательно. Используем жгутку. Обычный красивый розовый. Обычный патечек. Был. Здесь задача. Взяться за эти пупырышки. Растянуть. Выложили в призывание тур. Дальше наматываем. Наматываем. И опять на пупырышки. Все это дело за счет. В медицине прописано о том, сколько это часа. Можно выучить сухлета. И написать надо время. Вы уложили жгут. Вызвали скорую. Они приедут. Они у вас сразу будут опрашивать, что происходит у вас. Какое время вы выложили. Какие последствия. Нет жгута. Можно использовать подручные средства. Ремень. Нету ремня. Майку. Хоть она и синтетика. Но если просто будем натягиваться, она будет растягиваться. В данном случае майку надо будет скрутить просткий жгут. Для того, чтобы создать прочный. Дальше можно взять эту палку. Вдох крутить. И в правильном положении жгута появляется отсутствие кровотечения. Когда кровь прекратила катать. Венозная отличается от артериального положения цветом крови. То есть венозная будет потом большой темная кровь. Актериальная будет видеть колчками. И будет яркая. Яркая красная кровь. Так. Какие есть вопросы? Дальше. Сейчас раздаю заявление. Дальше. Вы будете запомнить. То есть оформляется на хозяина жилого дома. Если так не сойдется с платежкой. То есть хозяин. Скажем так. Мужчина. Платежка была на жену. Все-таки заявление пишем на мужа. И на оборот. И, скажем так, заявление будет на хозяина жилого дома. Дальше. Что здесь по заявлению? Сегодняшнее число у нас 11 августа. Дальше здесь написано директору Славьевых СС. Записываем полностью. Иванова Иван Ивановича. Иван Ивановича. Год рождения. Гражданство. РБ. Здесь указывается на женство. РФ. Образование. Телефон. Желательно, конечно, мобильный. Дальше. Указываете свой адрес. Проверку дымоходов и вентганалов. Свой дом. И соседок. Дальше. Подпись. Фамилия Ильца. Потом я, когда буду... Как так забудете. Буду собирать заявления. Затем буду раздавать образцы и дополнения журналов. И собирать платежки. Ну, сейчас покажусь. Поехали. Поехали. Поехали.